Конечно, вы бы хотели себе купить автомобиль, но в каком состоянии вы бы его могли себе купить? Вокруг города Магнитогорск, да и внутри, очень много авторынков. Вы можете туда принести свой автомобиль, и он может быть в никаком состоянии. Возможно, кто-то его может и купить. Но вы-то пришли за тем, что вам нужна хорошая и качественная машина. Так вот, самые хорошие и качественные машины продаются вот здесь вот. Магазин Best Auto, магнитная 111. Причем делают они их просто суперски. Мест для продажи автомобилей в городе много, но не в каждом месте люди продают автомобиль правильно. Не в каждом месте отвечают за результат. Но есть место замечательное, где машины не возвращаются, и где цена реальна, где можно машину купить в кредит. И место такое, магнитное 111. Что же касается отечественного автомобилестроения, я вам серьезно скажу, что отечественное автомобилестроение в том виде, в котором оно было, оно уже давно в прошлом. Сейчас мы занимаемся и делаем отличные результаты. Это замечательная Калина в варианте спорт, хотя и в предыдущем кузове. Но супер машина это вот эта. Лада Приора. Теперь цена вопроса. Цена вопроса 260 тысяч рублей. Я так понимаю, что в любом случае вы дешевле машину сейчас и не купите. Можете поискать, пожалуйста. Но здесь вы берете замечательный кредит, вам все это дело здесь же страхуют, и вы ездите на отличном автомобиле, который уже не тот, что был раньше. Кстати, почему отечественное? Да потому что ценники ниже, а качество тоже. И кстати, наши машины по сути ничем не уступают иностранцам. Также разгоняются и такой же результат. Есть и кондиционеры, есть и автомат. Да и по сути мы отставали, но и виден результат. А здесь цены-то большие, нет? Да не очень, не сказал бы. Цены почти те же самые остались. То есть надо говорить о том, что здесь цены не поднимаются. И бред о том, что какой-то кризис, это наверняка бред для тех, кто хочет новые машины. А бэушные так же работают, правильно? Бэушные остались в тех же самых ценах. Ну, может чуть-чуть, на 10-15 тысяч подорожали. Ну, не больше. Потому что я до Нового года сюда ходил, и цены не подорожали. И вот о ценах. В цену влетают только те, кто хочет купить новые машинки. Типа я такой крутой. Но вы ее продавать-то будете? Будете писать, что она куплена до кризиса? Ну, а по сути результат-то тот же. Вы продадите ее по меньшей цене. Такой же, как автомобиль годом ранее. Ну и понятен и грамотен результат. Хотите иномарку? Покупайте БУ. Ну, и имея 20-летний практически стаж вождения, я, как девушка лично, могла бы все-таки дать совет девчонкам, которые только что получили права. Не покупайте новые автомобили. Абсолютно незачем. Ну, во-первых, выходя, выезжая, скажем так, автомобиль из салона, он теряет огромную сумму денег. Вот я себе подобрала, допустим, вот такой автомобиль Шкода. Стоимость у него 368 рублей. Ну, скажем так, полцены практически сразу мы срезаем. То есть новый автомобиль за 600. Тем более сегодня цены меняются каждый день в салонах. Здесь дается гарантия на автомобиль, что немаловажно. Итак, куда приехать? Магнитная 111. Это казачья переправа. Я думаю, что многим стоит сюда приехать. И на любой вкус, и на любой кошелек вы можете здесь подобрать себе автомобиль. А это правильный выбор. Зачем цена, когда есть место? Зачем платить, когда есть выбор? Зачем платить сразу, когда есть кредит? И, к слову, о кредитах. Я, как человек, имеющий много машин, покупал их всегда в кредит. Понимаю, что машины без кредита купить просто невозможно. Правильно? Это дешевые машинки, да? А другие можно у вас взять нормальный кредит, чтобы даже не париться? Потому что, понятный результат, да? Вы берете машину в кредит, и это делается здесь же? Да, абсолютно верно. Машину можно взять, мы даем кредиты до миллиона рублей, без первоначального взноса по двум документам. То есть, просто пришел сюда и купил? Все верно. Процентные ставки от 19% годовых. Опять же, повторюсь, без первоначального взноса. А теперь про качество. Не каждый автомобиль на рынке вам демонстрирует ухоженность. А здесь это очевидно. Не каждый автомобиль в прокате так велик. А здесь смотрят на состояние подвески, и, если нужно, ее ремонтируют. И не в каждом месте вам дают кредит. А здесь и это делают. И не в каждом месте вы его можете застраховать. Перечислять-то надо или хватит? И вот замечательный вариант, то, что делается в России. Замечательный автомобиль. Лада Гранта. Практически новый автомобиль. Цена 328 тысяч рублей. Ну, чтобы вы поняли, да? Наши автомобили, наконец-таки, стали стоить еще и дешевле. Потому что российские производители автомобилей не поднимают свои цены. Как они были, так они и остались. Кстати, если есть желающие, вы можете замечательную машину заказать. Уж поверьте мне, разницы нету никакой. Что вы ездите на новом автомобиле, сделанном вне России. Что вы ездите на российском автомобиле, вообще машина просто супер. А еще вы должны посмотреть, сколько за моей спиной этих самых замечательных автомобилей. Просто придите и посмотрите. Выбор у вас будет более чем очевиден. Тем более цена. Цена не увеличилась. И вы можете ездить, ездить, ездить и ездить в дальнейшем. Честно, хотелось бы ездить на нашей машине, как я в свое время и ездил. Честно, даже зная такую, еще честнее будет правило. И я вас приглашаю. Вы купили, и будет результат. А со мной поделятся? Потому что это правило, купив машину, надо понять, в каком она состоянии. А состояние машин на магнитной 111 великолепное. Я тут покатался и видел непосредственный результат. Я нигде не смог свою машину поставить. Но если бы это дело было в Магнитогорске, я бы свою машину оставил бы здесь. Может быть, она бы продалась. Но если бы не продалась, представляете, бесплатная парковка. Чем это не результат? Но если машина продалась, ну, что такого? 3% от суммы машины дать хозяеву, почему бы и нет?